У нас к вам обращение, мы хотим разобраться. А мне не надо никакого обращения. У нас к вам претензий нет. Я диспетчер. Я сегодня никого не посылал. Да нет у нас к вам претензий. Никаких отключений я не производила. Девушка, вы нас... Я больше вам ничего не скажу. Совершенно ничего не скажу. Я понял. У нас к вам претензий нет. Нам надо понять. А что ты расстаетесь? Нам надо понять. Почему вчера? Мам, пожалуйста. Вот на этом мы закончили прошлый выпуск. Сегодня продолжение. Именно в этот момент, когда она оператора, это была моя супруга Настя, когда на нее напали, камера отключилась. Почему? Потому что одна женщина подошла спереди, встала перед камерой, а другая женщина просто напала сзади. Напала сзади вот так вот за шею, взяла за голову и начала душить. И другой рукой забирать. Как-то вот типа вот такого что-то. И вот она получается вот так вот держала и камеру как-то пыталась забрать. Мне реально, пока я увидел, пока я понял, что там на нее напали, на Настю, мне потребовалось некоторое время, чтобы подойти, оттолкнуть одну женщину и с другой начать бороться. И вот с другой, которая начала бороться, она реально сильная, здоровая бабища. Вот реально такое вот. Я взял ее как бы руку, думал, ну просто так нажму как-то на руку, да, и она отпустит. Нифига подобного. Я взял двумя руками и понял, что она до сих пор сопротивляется. Тогда мне пришлось вот так вот взять и потихонечку выгибать руку. Так, чтобы и Настину руку не сломать, и ее все-таки заставить как-то отпустить камеру. Это настоящее нападение. Это не просто там отобрали камеру и выкинули. Это прям нападение. Причем группой лиц. Но дальше все-таки немножечко получилось заснять. Они дальше, конечно, нападали, дрались с нами, но смотрите, что получилось. Отнимают у журналиста камеру. Молодые люди, смотри, что творят. Я ничего не отнимал. Мне не нужно удостоверение. У меня света дома нету со вчера. Вы что творите вообще? Каким посторонним? У меня света дома нет. Руки от меня. Руки. Руки. Руки от меня. Руки от меня. Руки убирите от меня. Я вам сейчас баллончиком забрызгаю. Руки от меня убрали. Руки от меня убрали. Вам что непонятного, что ли? Руки убрали от меня. Я полицию сейчас вызвал. Руки убрали от меня. Руки убрали. Все, нам удалось выбежать из этого помещения. И мы вызвали полицию. Полиция приехала, составила какие-то там протоколы, составила показания у нас взяли. В общем, прошло какое-то время. Я уже позвал подмогу, друзей, коллег. И через несколько дней мы пошли именно в юродел, который нам рекомендовали все. Вот, собственно, видео, как мы туда пришли, как время все это проводилось, какие с нами были диалоги, и что нам сказали, почему все-таки и за что отключили электричество. Смотрим. Пришли к ГБУ Жилищник, Юра Дел. Вот тут Роман. Всем приятно. Да, сегодня вторник, уже прошло несколько дней. И мы до сих пор пытаемся выяснить всю правду, в чем все-таки суть, и за что ГБУ Жилищник отключил свет Роману. Поэтому, Роман, иди. Да, ребята. Мы будем поддерживать. В общем, просто начальник юридического дела. Юридический отдел. Видеосъемка запрещена. Видеосъемка запрещена. Ну, блин, что делать. Я вам разрешаю. Разрешаю? Спасибо большое. Заходите. Я прошу. Вообще мусор. Заходите, Роман. Представьтесь. Скажите, в чем вопрос. Заходите, можно? Вопрос, что у вас послали сюда, потому что на свет отключили, сказали, кому приколили. Вы послали сюда. Я и тут расслали. Здравствуйте. Вы кто? Я Козин Роман Сергеевич. А вы кто? Коих камер уберите, пожалуйста. Нет, камеру не уберите. Вы... Я не государственный служащий, поэтому я не хочу, чтобы не слушали. Я по Козинцов с Российской Федерацией могу снять. Я хочу... А подождите, а у этого есть не государственная скина? Так он не снимает? Нет. А у должности вас как-то? Должности? Я вместо этого «кварит». Дальше. Ну, не государственный служащий? Нет, не государственный. Это у вас частная организация, да? Нет, государственный бюджет, но мы не являемся. Государственный служащий. Понятно. Просто я знаю, что только Япон у вас зали. Думал, может, все-таки государственный служащий. Вы не благотворствуйте, пожалуйста. Не благотворствуйте. А вы мне приобретите по статье оставляющую верующую. Привет! Мы вчера приходили. Нет, по фамилии не назвали. Кто конкретно фамилия? Ваш был жилищник на юных Лениса. Вы кто вообще есть? Я живу, я жилец. Вы собственник коллектор? Я жилец, я живу там. Вы собственник? Можно сказать так. Документы покажите, пожалуйста. Какие документы? Ну извините, вы пришли, вы за кого пришли? Я за брат пришел. За кого вы пришли? Кто вы? Нет, подождите. Я там проживаю, я там прописан. Паспорт, что вы там прописаны, по данному адресу, что вы понимали, что вы пришли, действительно. У вас удостоверение есть? Проживайте сначала. А я кому под паспорт показывать должен? Да, обязательно. Зайдите в отдел камеры. Вам скажут, что вы удостоверили. Так куда нам идти? В отдел камеры? Мы именно с таким вопросом подошли. Мы сказали, что нам делать? Нам отключили криши. Что нам делать? И началась клоунада. Напишите заявление, сдайте его. Молодой человек, вы нас слышите? Нет. Замечательно. Мы напишем заявление. Мы напишем заявление. Оно будет рассматриваться. Пятьдесят девятый федеральный закон. Правильно? Тридцать дней. Правильно? Претензии десять дней, да? Как за качественную структуру. А у нас стрессовая, критичная ситуация. У нас отключили свет. В доме живут, в квартире. И маленькие дети, младенцы, и инвалиды. Замечательная ситуация, пока мы не знаем вашу критичную ситуацию. Поэтому мы вас спросим. Кто-то вам отключил свет. За что вы нам отключили свет? Мы спрашиваем. Кто вам конкретно отключил свет? Вы, конкретно вы. Об этом сказали. Конкретно я отключил свет. У вас есть прямые доказательства, что конкретно я отключил свет. Вы сейчас меня обвиняете в данном деянии. Да, конкретно вас. Именно вас. Напишите, пожалуйста, заявление в ОМВД. Оно уже написано. И оно разберется, кто конкретно отключил свет. Как это решило ситуацию? Никак! А вам нужно разбираться. Видите, в чем проблема? Вам нужно разбираться месяцами, неделями. А нам это не нужно. Нам нужно срочно включить свет. И узнать, за что все-таки нам был включен свет. Понимаете? Я же у вас спросил, кто конкретно вам отключил свет? Я понимаю. Конечно, бессмысленно. Вы хотите сказать, что мы следим за вашими всеми работниками, мы знаем, кого как зовут, кто как выглядит, и кто конкретно приходит каждый день. Только что, две минуты назад, вы конкретно указали на меня, как на человека отключил свет. Я еще раз укажу. Я вам задал вопрос. Вы решили, что мы должны знать всех ваших работников, как они выглядят, и всех имена и фамилий. Правильно? Я изначально вам как вопрос задал? Я на него ответил. Вы на него ответили, указав на меня. Да. И еще раз вам скажу. Да, это вы. Другой вопрос у меня есть. Я на ваш вопрос ответил. Записи ведутся? Ведутся, ведутся. Записи ведутся. Надеюсь, они будут выложены туда, куда нужно. Туда, куда нужно. А далее мы пообщаемся с вами. Хорошо. Другой вопрос от меня уже. Да. Другой вопрос от меня. Вы слышите или нет? Третий раз буду задавать. Вы хотите, чтобы все люди города вот этого, не города, а района, все знали всех ваших работников в лицо, имя и фамилию, паспортные данные, ходили за ними с камерами, следили, что они делают. Так? Если вы утверждаете, что отключил свет ГБУ жилищник, так и говорите, что отключили сотрудники ГБУ жилищника, но не указываете на конкретного человека. Но если это не вы, так и скажите, что это не вы. Так вы же меня обвинили в этом. Изначально. Обвинил я вас, потому что... Просто пытавшись разобраться. А как это? Я то что не делаю, не разбираюсь? Нет, вы не разбираетесь. А как разбираться надо? Вы скажете, как надо разбираться. Написать заявление, да? Я вам уже предложил написать это заявление. Ну вот, разбираться – это пишешь заявление и ждешь. Да, и помирай. Пишешь заявление. Вот это разбираться. Знаешь, чем больше знакомишь с жилищником, тем больше понимаешь, что тут все семейные кланы, короче, работают. Жены, мужья, дети. Я удивлен. Клановый бизнес, и все говорят, что здесь очень мало платят, здесь некомфортно и ужасно. Вы же сами сказали. На данный момент человек будет без света, правильно? Пока вы рассматриваете, то есть вы осознанно идете на то, чтобы подставлять человека под критическую ситуацию. Правильно я ведь понимаю? Осознанно никто ни на что не идет. Ну давайте тогда сделайте что-нибудь, чтобы это... Сначала мы разберемся, посмотрим ваше заявление. Ну вот сейчас давайте мы его озвучим сейчас. Что вам мешает сейчас послушать заявление? Потом, возможно, направим сотрудника для того, чтобы проверить, имеется электроэнергия. Что вам мешает сейчас это сделать? Кто отключил? С какой целью? Что вам мешает сейчас? Я сейчас даже заявление не вижу. Ну давайте примем. И не видел. Давайте. А вы его сдали? А мы устно напишем, а вы поймете в чем суть. Устно скажем, а вы поймете в чем дело. Я вас слушаю. Давайте. Роман, Роман. Да. Объясни в чем суть. Кто, кстати, из вас заявитель? Вас так много? Вот заявитель. У нас всякого КТОВ проживает на адресе. На каком адресе? Седьмая стихище. За, конкретно за содержание и ремонт жилого помещения. Это та услуга, которую предоставляет ГБУ жилищник. Вы видите, как у нас ремонт делается? Составляет секунду. Секунду 12 тысяч. Понятно. Именно по причине наличия задолженности за содержание и ремонт не направляется сотрудник ГБУ жилищника по конкретному адресу для проверки наличия электроэнергии в квартире. А, то есть он просто не направляется сотрудник именно потому, что есть задолженность. Потому что имеется задолженность непосредственно перед пожилищником. Вы уведомляли, что он нарушает договорные отношения с вами? Вам из суда приходила бумага, что мы не должны и рассмотрели? Или у вас опять она не дошла? Какая бумага нам должна была прийти из суда? Им показывать бумагу не надо. Судебный приказ отмена? Да, судебный приказ отмена. Покажи. Отмена судебного приказа не означает отсутствие задолженности. Потому как судебный приказ отменяется в простой письменной форме без предоставления в мировой суд каких-либо доказательств. И все, судебный приказ только лишь является исполнительным листом, который в случае, если он не отменяется, направляется взыскателю. И далее взыскатель имеет право направить этот судебный приказ, как и исполнительный лист. Либо в службу судебного приказа. Вам лист уже показал, что у нас нет задолженности? Значит, вы не обязаны нам все изучать. У вас свет не отключал жилищник. Жилищник только лежит. Ваши огоньки скажут. Ваш речь слышал? Конечно, конечно. Ваши работники. Это не абсолютно компетентные люди. А кто компетентный? Наверное, документ какой-нибудь? Конкретно в юридическом отделе имеется. Конкретно документ должен быть. Да ничего страшного. Я сейчас, в принципе, нормально общаюсь. Все, понятно. С этим делом надо разбираться. Судебный отменили, вы еще не взяли его на вооружение. 12 тысяч, которые вы понесли якобы убытки и не заработали. Вы поставили вину и поэтому не хотите сейчас включать свет. Хотя, понимаете, что ситуация там критичная. Ситуация, вполне возможно, критичная. Я не знаю, какая ситуация конкретно в квартире. Теперь поймите нас. У него, ни у меня, ни у других журналистов нет полномочий, чтобы лезть в счетчик. Нет, только у вас они есть. Я согласен. Оставлять нас, его точнее, без света, вы не имеете права. Только по судебным решениям. Судебное решение, чтобы оставить человека без света, не будет. Потому что это опасно для жизни и здоровья. И его нет. Понимаете? Поэтому мы вас просим. Судебное решение для подключения электроэнергии не требует. Не подключение. Не требует. А чтобы оставить человека в опасной ситуации. Вы оставляете его сейчас в опасной ситуации? Да, без света человека никто не оставляет. Вы оставляете. Вы только что сказали, что мы не будем подключать вам. Не будем направлять сотрудника для проверки наличия электроэнергии. Нам подключить надо, не проверять. Нам просто подключить надо. Мы не имеем туда права доступа. Мы не хотим нарушать закон. Мы просим у вас. Придите, залезьте в счетчик. Подключите. Поставьте пломбы, уйдите. Все. Там элементарно 10 минут работы электроэнергии. Я согласен, что 10 минут работы. Но, тем не менее, сотрудники по жилищинке не будут направлены. Не будут. У данного конкретного адреса. Все, я понял. Мы зафиксировали просто как человек осознанно. Кто у вас принимает решение? Вы ответственный человек, который принимает решение? Я сам руководитель. Одинственное лицо, которое имеет право в том числе действовать без ловительных уставов. Руководитель. Даже в случае исполняющий обязанности руководителя. Э-э-э. Ты что ты делаешь, ты что делаешь то? Выйдите отсюда. Да не хочу я. Выходите оттуда. Отойди, Андрей. Ладно, не надо. Все, ребята, хорош. Все успокоились. Что ты устроил? Выходите. Держите вот этого в зеленом. Кто зеленый? Что происходит? Вот зеленый! Мы здесь стояли, а зачем ты это делаешь? Сидеть! Вот полиция! Зачем ты руки... Вы не наклеешь! Взял, расринащил! Руки не распускаем! Взял, расринащил, то все! Я вам сразу сказал, он неадекват! Вообще дикий вот этот... Нифига, ребят! Я говорил сотрудника Братвардии! Мы же вам сказали его задерживать! Он неадекватный вообще! Сидит, а если бы Наташа там сидела! Скажите своему психу об этом! Нифига, ребят! Что он устроил? Чего ты устроил? Чего ты у меня на пол? Держите вот эту зеленую! Сотрудники на журналистов нападают! Взять! Взять! Потому что там не выполняйте! Все, расринащил! Спускаем! Взял, расринащил! Он сказал, у меня адекват! А я говорил! А я говорил сотрудникам Росгвардии! Мы же вам сказали, его задерживают! Он неадекватный вообще! Да если бы Наташа там сидела! Скажите своему психу об этом! Какой кучей! Вам не странно? Вам не странно, ребята, что как бы мы не приходили в вашу компанию, все время драки какие-то? Ну, провоцируйте! А, зайди на канал, посмотри! Есть аналогичные! Это идет реклама свою по каналу! А я разве сказал название канала или что? Ну, не успел просто! Общаемся! Я не буду говорить! Есть нормальные, кстати, и ваши ГБУ жилищники в других районах! Никто не кидается! Все нормально это воспринимают! Да, с камерами! Да, это мне не нравится! Но нормально воспринимают! Решается вопрос! И нет повода! И уходят все! Понимаешь? Да, конечно! А у вас вот и там, и здесь! Это все от вас зависит! А у нас что? От работников! А у нас что? Вот мерзко, мерзко, ужасно! Я думаю, слава Богу, что это люди увидят и сделают свои выводы! Без моего разрешения не имеете права! А, хорошо! Вы не в учреждении находитесь на улице! Хорошо, можно? Ясно? Есть закон Российской Федерации, который защищает мои личные права и свободы! Я понял! Вы сейчас их нарушаете! Хорошо, можно я спрошу разрешение? Украли камеру! Украли камеру! Вы сказали без разрешения! Вот я хочу разрешение! Я не разрешаю! А как оно оформляется, правильное разрешение? Законы почитайте, Конституцию! Нет, я чтобы взять у вас разрешение! Я сказала, я запрещаю себя снимать! Вы сказали без разрешения? И не дай бог, это где-то появится! Вы сказали без разрешения? Вот я и спрашиваю, как мне оформить разрешение? Что за девушку не махал? Не знаю, у меня помахало, позвало, я подошел! Вы хотели поснимать? Поснимайте! Я могу повернуться! А вы снимаетесь? Обнаглели совсем уже! Со своими камерами! Сотрудник полиции! Сотрудник полиции! Тут только что бычками кидаются в людей! Я не видел, как это было! Я видел у вас словесную перепалку! Хорошо, просто тогда установите личность, а я потом все в заявление прикреплю! Где девушка? Пойдемте покажу! А? Просто установите личность, а потом принесу все на флешке и дам заявление, как был свидетелем и так далее! Вот девушка в серых штанах! Что? Она прямо при мне на мою видеокамеру зафиксировала! Что? Паспорт! И? Установите ваш личность все! А их личность установите, он напал на девушек! Ну конечно я вам дам паспорт радио! Только без вот этих вот! Естественно, естественно! Вот бабушка здесь, она стесняется, чтобы ее снимали! У нее абсолютно такая же ситуация! Вот точно то же самое! Она была в больнице, лечилась! Целый месяц была в больнице! Приезжает домой, электричество отключено! Вот так отключено, без уведомлений, без каких-то писем! Беспределили! Просто отключили все! У них это на потоке! Вот этот беспредел у них этот на потоке! Слава Богу, что мы сюда пришли и что-то как-то пытаемся, по крайней мере, пытаемся что-то сделать! Большое спасибо за внимание! На этом пока что все! У нас будут еще какие-то разборки по этому поводу! Но я думаю, здесь уже будут чисто организационные, судебные какие-то разборки! По итогам каких-то судебных разбирательств и так далее! Надеюсь, я вам все расскажу! Надеюсь, будет время и мы вспомним! Я поделюсь, что это как получилось! Всем удачи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok